Ну вот, и снова еще раз здравствуйте, с вами опять я, Алексей Смирнов. И я бы сегодня хотел бы с вами подискутировать вот на какой вопрос, на какую тему. Сейчас очень многие политологи, экономисты обсуждают, так сказать, последствия карантинных мер и всего остального. Так вот, очень часто звучит такое некое сравнение. Вот говорят, в Америке посмотрите после карантина, как много людей стало безработных, как многие пошли за пособиями. А у нас в России типа не все так плохо. Ну потому что просто разность в ментальном подходе, в ментальности. Американцы, потерявшие работу, пошли за пособиями, надеясь на государство. Наши же люди прекрасно знают, что от государства они особой помощи такой нормальной, серьезной не получат. Они как до этого у нас, по некоторым данным, до 40% работали в серой схеме. Чего они сейчас пойдут на биржу? Что они там получат? Ничего, копейки. Да и ментальность у русского мужика другая. Он привык рассчитывать только на свои силы, ничего не ждать от государства. А если бы вся эта масса пошла бы сейчас на ту же биржу? Вы представляете, какой процент, мягко говоря, безработных показался? Это очень серьезная проблема. Вчера или позавчера провели опрос среди молодежи. Как оказалось, молодежь до 25 лет, 40% этой молодежи хочет уехать из страны. И практически каждый третий или каждый второй из них не видит для себя перспектив для своего карьерного жизненного роста. Это очень важно. Задумайтесь, насколько это на самом деле важно. Страну хочет покинуть ее так называемый генофонд. Кто здесь останется? Кто будет дальше жить, развивать Россию, двигать ее вперед? Вот где одна из главных проблем. Молодежь не хочет, не видит перспективы оставаться в этой России, в этой политической, экономической системе. Вот мы о чем должны с вами все думать. Думайте, господа, товарищи, кому как больше нравится. Думайте. Не надейтесь, что за вас кто-то что-то сделает. Приходит время самим начинать думать и принимать. Может быть, самое важное решение в своей жизни. Продолжение следует... Продолжение следует...